Всем привет! Вы на канале Современные Родители. Сегодня расскажу про электросамокат Kogo S3 Pro. Если вы еще не подписались на канал, предлагаю вам это исправить и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы сможете узнать из подборки ссылок, ее оставлю в описании. После просмотра комментируйте обзор и ставьте лайки. Электрический самокат представляет собой легкое и компактное транспортное средство. Скутер весит всего 12 килограммов, а значит, отлично подходит для катания по городу. Во время езды райдер совершенно не чувствует неровностей на дороге. На самокате можно въехать в горку и резко скатиться с нее. Конструкция скутера складывается, а значит, с ней удобно ехать в общественном транспорте. Сложенная конструкция не занимает много места. Электросамокат легко поместится в багажник даже самого маленького авто, а также найдет свое место в доме. Если сравнивать обновленную модель с предыдущей, то станет понятно, что новый самокат получил перфорированные колеса из мягкой резины. Благодаря этому езда стала более плавной. Шум от колес теперь не столь выражен, как было раньше. Оригинальный товар продается в трех цветах – белый, черный, серый. В центральной части руля находится LED-фара, состоящая из 24 светодиодов. Этой мощности достаточно, чтобы ездить по городу в темное время суток. Но если ездок планирует отправиться за город или кататься в лесу, то ему придется приобрести еще один фонарь. Сзади на крыле находится фара стоп-сигнала, выполняющая функцию габаритного огня в момент включения фары спереди. Габаритные фары также есть по обеим сторонам деки, на руле по краям ручек. Все фонари включаются путем нажатия кнопки на панелях. Самокат имеет широкую деку с антискользящим покрытием по типу наждачной бумаги. Руль оснащен складными ручками. Чтобы сложить их, необходимо нажать на кнопки, оттянув ручки вбок, а затем вниз. С правой стороны находится рычаг газа, а с противоположной стороны – клавиша электронного тормоза. Поскольку рулевая колонка регулируется по высоте, ее можно настроить под рост практически любого человека. Подножка находится на деке с левой стороны спереди. Бортовой компьютер является встроенным в руль. Корпус оснащен дисплеем и кнопками. Каждая из пяти клавиш выполняет определенную функцию. Первая кнопка активирует звуковой сигнал. Вторая сет демонстрирует текущий пробег, если нажать на нее один раз, а также показывает общий пробег. Сбросить информацию о поездке можно, нажав на сет с удержанием 2 секунды. Все оставшиеся кнопки слева направо активируют включение и выключение электросамоката, освещение и переключение режимов. Всего скутер поддерживает три скоростных режима, среди которых медленный, средний и быстрый. Включить и отключить самокат можно, удерживая пару секунд среднюю кнопку. Открыть меню настроек также просто. Для этого требуется удерживать одновременно первые две кнопки слева в течение трех секунд. При помощи сет происходит переключение по разделам меню. Две кнопки с правой стороны помогают изменить настройки. Закрепить их получится лишь нажатием и недолгим удерживанием сет. Бортовой компьютер способен предоставить информацию о скорости, общем и текущем пробеге, уровне заряда АКБ, режиме движения и т.д. На самокате установлено два вида тормозов – электрический и ножной. Электрический тормоз обладает рекуперацией. Данная функция представляет собой полезную опцию. Ее смысл заключается в том, что во время остановки энергия торможения подзаряжает АКБ. Ножной тормоз работает по стандартному принципу. Самокат останавливается при нажатии на крыло сзади. Аккумулятор в самокате находится внутри аквабокса, который представляет собой пластиковый короб с защитой от воды. Он полностью герметичен. Подвесками с амортизаторами оснащены переднее и заднее колесо. В передней части подвеска представлена в виде мягкой пружины с коротким ходом. А сзади она длинноходная и жесткая и имеет одну пружину. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Скрипит и все трясется. Качество сборки не на высоте. Не соответствует заявленным характеристикам. Скорость ниже, запас хода ниже. Отсутствие подключения к смартфону. Много лишних непонятных настроек в меню. Нужно самому все смазывать и гидроизолировать. По тротуарной плитке очень трясет. Закрывашка гнезда зарядки плохо и неплотно прилегает. Механизм складывания жестковат. Теперь перейдем к положительным. Хороший самокат, своих денег стоит. Удобно брать с собой, не тяжелый. Не устаешь от катания. Заряжается за 4 часа. Дека широкая, удобная. Хорошо раскладывается. Яркий дисплей. Все габаритные огни работают. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Не забывайте комментировать мои ролики и ставить лайки в поддержку. Надеюсь, вы уже подписались на канал и включили колокольчик. До скорой встречи на канале Современные Родители.